Добрый день, дорогие друзья! Возвращаемся к огородным делам. И мы видим, что картошечка подросла. Травка, которая после прополки была недобита, воспряла духом. И пора провести первое окучивание. Травы немного, но она есть. И то, что ее немного, это радует. Поехали! Окучивание первое может стать и последним. В том смысле, что многое зависит от того, насколько сильные пойдут дожди. Насколько сильно усядутся эти рядочки вновь подокученные. Насколько сильно будет дуть ветер, раздует ли он эти самые рядки. И еще это зависит от того, насколько силен сорняк в вашем огороде. Поэтому порой приходится окучивать один раз, а бывает и два. А бывало, что даже и три. Главное не отчаиваться. Доверять своей интуиции и машине. И каждый сорняк будет уничтожен. В данном случае сорняки уничтожаются посредством того, что мелкая поросль просто попадает под фрезу и под землю, которую тащит за собой окучник, приваливая ее к корням картофеля. Сорняки лишаются возможности осуществлять фотосинтез, теряют связь с почвой и погибают. Если ваш сорняк перерос и стал крупным, то при проходе окучника с ним происходит следующее. Вот смотрите. Раз, и он остался на солнышке. Вот смотрите. Торчит осод. Он очень большой. Раз, и мы окучили его тоже. Это не дело. Он остался на поверхности земли и продолжит свой рост. Но тут уже ничего не поделаешь. Окучник ушастый. Он работает именно так. Видите? Особенно в начале и конце рядка он не загребает землю как следует, потому что приходится с ним тут разворачиваться. С дисковым окучником было бы намного лучше, но пока такого в хозяйстве у меня нет. Ну, для того, чтобы избежать таких проблем в начале и в конце рядка, следует оставлять место для разворота и не рассаживать картошку на самый край рядочка. Помни о том, что где-то надо разворачиваться. Если там будет расти картошка, вы либо ее уничтожите фрезой, либо она будет недоокучена. Потому что при развороте этот окучник оставляет пустые места. Скорость прохождения одного рядка менее минуты. На окучивание 6 соток картофеля времени у меня уходит меньше часа. Все зависит от того, какую скорость движения выбираете вы. Можно идти и отдыхать, а можно, помогая мотоблоку, наваливаясь на руль, толкать его вперед. Тогда скорость значительно возрастет. Ну и с вас сойдет 7 потов. Поэтому я предпочитаю работать чуть медленнее, но при этом меньше уставать и выполнять работу качественнее. Посмотрите, 11-летняя девочка. Пробую это окучивать. У нее получается с виду да, а фактически нет. Гляньте налево. Рядок не закрыт. То есть, дело-то она делает, но получается у ней некачественно. Потому что мотоблоком и процессом окучивания все-таки нужно уметь управлять. Смотрите, иду я, и у меня все, все, все окучивается. Ну вот. прошло около часа. Огород окучен. Какие-то рядки получились просто идеально окученные, а какие-то рядки получились не очень. Вот, например, вот здесь. Мы видим, что вот это место землей не прикрыло. и есть мелкая поросль. Поэтому ничто не помешает мне сейчас взять тяпку и пробежаться с инспекцией по рядкам, которые я не дозакрыл своим окучником. Конечно, неплохо бы иметь дисковой окучник. Поставил бы сейчас, зацепил и попер. но одна из таких крышек очень подошла к моему тандыру. Поэтому изготовление дискового окучника в этом году откладывается. Да и немного тут работы с граблями. Сейчас покажу. Закрывание рядков процесс просто необходимый. Если земля не сомкнется над головами сорняков, которые вылезли на солнышко, посмотреть, они прорастут и будут расти на вершинках вместе с картофелем. Чтобы этого избежать и вообще не работать ни граблями, ни тяпкой, нужно при посадке картофеля очень точно делать расстояние между рядками с учетом ширины окучника. Тогда он будет проходить четко по тому месту, по которому положено и полностью нагребать землю, не оставляя пустых мест. А сейчас смотрите асот. Что с ним делать? Да просто хороним его. И если он не погибнет, то картошка все равно не даст ему расти впоследствии. Ну а если он все равно прорастет, то однозначно семян дать он просто не успеет. вот она эта мелкая поросль, которая дала уже всходы и готова была превратиться в сорняк. Второго шанса благодаря окучиванию эти ростки не получили. Сейчас картошечка поднимется и задушит сорняк. И в огороде будет все прекрасно. Ну вот такие сильные укоренившиеся асотины необходимо уничтожить, потому что просто присыпанием их землей не победить. меня с детства учили, что сорняк необходимо срубать и только срубать. Мой опыт показывает, что не обязательно и не всегда это нужно. Почему вы думаете я иду с граблями? А потому что при появлении мотоблока в моем хозяйстве тяпки у меня просто нет. За последние 8 лет тяпка мне не пригождалось. Хотя в самом начале этот огород был просто ужасен. Ну что ж огород полностью окучен. Посмотрим что с другим огородом. А в этом я провел не более полутора часов. И все сделал. Ну а вот наш второй участочек. Картошка посаженная 26 мая. Окучено тоже недавно. Чуть пораньше чем дома. Дома то у меня 29 июня посажено. И окучено 5 июля. То есть вчера. Ну вот как это все выглядит. В общем ребят используйте мотоблок в работе. Используйте его на всю катушку. Это очень хорошая машина. которая позволит вам делать довольно таки много работы за небольшое время. Не прилагая особых усилий. что ж. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока. пока.